Ну, чтобы вы понимали, ребятишки, скорость 60, этот пиздец едет без шлема, без нифига. Новый король дороги – электросамокат. Видимо, так считают его водители. Едут прямо по проезжей части или игнорируют правила пешеходного перехода. В Ютубе целые подборки ДТП. К счастью, пока сняты они не в Барнауле. У нас этот транспорт развит пока не сильно, поэтому в пунктах проката таких водителей учат правилам. Так скажем, с молоду. Если ты не допускаешь возможности где-то развивать слишком большую скорость, где присутствует много людей, создавать какие-то аварийные ситуации, непреднамеренно выезжать на проезжую часть и мешать попутному движению транспорта, то на данном виде транспорта проблем не должно быть. К слову, скорость такой безобидной техники может быть огромная. В Краснодарском крае тем летом самокатчик пронесся на 100 км в час. Но все-таки средний максимум 50. А для тех, кто пользуется прокатом, здесь устанавливают еще большее ограничение скорости – 40. На этой скорости невозможно как-то повредиться, упасть сильно, разбиться, скажем так. Неспешную поездку предпочитает и эта девушка. Остепенилась, возможно, потому что пользуется двухколесным ежедневно. От художественной школы, это вот Ленинский район до Кучаева, до центра могу доехать минут за 40 на нем на работу. Это тоже очень удобно, когда особенно пробки в городе, можно их все объехать и гораздо быстрее приехать. И все бесплатно совершенно. Кстати, ездит Анастасия только по тротуарам. По дорогам, говорит, страшно. Но такие смельчаки есть. И в этот момент они нарушают правила. По закону самокатчики – пешеходы. На дороге они в большей опасности, чем даже велосипедисты. Потому что боли незаметны, особенно дети. В основном у нас в дорожно-транспортных происшествиях на самокатах страдают это дети. Очень много их катается во дворовых территориях, неожиданно выезжают на проезжую часть, попадают под колеса автомобилей. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы проводили беседы со своими детьми, обучали, как правильно и где можно кататься. Так что дорога самоката – тротуар, пешеходные зоны и специальные площадки. Впрочем, как и для гироскутера и электроскетборда. А значит и передвигаться в темпе пешехода. Ни в коем случае резко нажимать не стоит, потому что как на велосипеде можно передним колесом улететь куда-нибудь. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком.